Здравствуйте! Вы смотрите программу 7 минут. Сегодня в гостях в нашей студии Владимир Денисов. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, Оксана! Представитель Экологического Рязанского Альянса и параллельно руководитель проекта «Чистое ПРА». Владимир, расскажите об этом проекте поподробнее. И вот еще интересует, почему именно этот участок, именно эта территория вас заинтересовала? Ну, проект «Чистое ПРА» проходит третий год. Почему заинтересовала? Я скажу, ну, место удивительное. Ну, удивительное место. Это не жемчужина, это, ну, вот, алмаз, наверное, вот Рязанской земли. Потому что, ну, очень красиво. То есть, недаром его воспевали многие поэты и писатели. Потому что, если один раз, там, вот, очутишься лесом, тем более, то есть, летом, тем более, если пройдешь на байдарке, уже все. Это уже в твоем сердце навсегда. Потому что, ну, замечательно, удивительное место. Это же плесы, это пляжики, это сосновый бор, это костер, это, ну, все. Вот все это – это ПРА. Каждый год тянет на ПРУ и весной, и летом. В этом году у нас два этапа было. Был весенний этап. Вот, мы ходили такой экспедиции, тоже чистый проект, первый такой весенний этап. Раздавали мешки, то есть, агитировали людей не мусорить. Но сама цель проекта, на самом деле, шире и глубже, и интересней. Мы собираемся воспитать вот за несколько лет, то есть, мы где-то наметили продолжительность проекта около 10 лет, новое поколение, которое будет хранителями ПРЫ. Вот сейчас таких уже насчитывается около 100 человек. Возраст их от 3,5 и даже 2 лет до где-то 15-16 лет. Вот. Это вот самый активный, самый надежный наш отряд, который, я считаю, будет и продолжать наше дело, которое мы начали. А если говорить о самом проекте, вот как он будет проходить, уже, собственно, проходит, да, начинается он с начала июля, у нас работает 4 станции. Мы их так называем, так солидно, станции. На самом деле, это группы волонтеров, которые стоят в четырех местах на ПРЕ. Первые встречают, значит, в районе автовокзала Спасклепиков. Там выдают условия участия в проекте, мешки, перчатки. Вот. Вторая – это мост Макарова. Там те, кто, допустим, сплавляется или начинает сплав ниже, да, то есть, чем Спасклепики, то же самое, то есть, получают мешки, перчатки и условия этого. А следующее – их встречает такое индейское поселение. Это 47-я школа, это хозяева Мещеры. У них такой детский эколагерь, который вот работает в этом году совместно с нами. Ну, то есть, возможно, конечно, и поучаствовать в индейских играх, то есть, пометать томагавки, пострелять из лука, посидеть в настоящем вигламе. Те туристы, которые будут проплывать, обязательно пусть воспользуются этой уникальной возможностью. Ну, и там уже можно будет обменять набранный мусор на призы. Да, вы что? Да. Вот, а дальше, когда плывут, то есть, уже в Диулина тоже можно сделать тот же самый ченч, да, то есть, мешок с мусором, пожалуйста, два мешка, майка и так далее, то есть, мелкие различные призы. Но самое главное, вот я говорю, самое главное, то есть, для нас запустить еще вот эту игру. То есть, мы собираемся вот сейчас, когда сформируем, так сказать, побольше отряд хранителей, то есть, мы запустим такую игру. То есть, это нужно будет хранителям не просто, как бы, очищать и беречь речку от мусора, да, но и игру, то есть, кто там живет, допустим, да, то есть, внимательно смотреть стоянку. Где-то там, может быть, ежики живут, где-то там еще. То есть, множество же лесных обитателей жмется к людям, потому что кто-то оставляет там кусочек хлеба, кто-то еще что-то, да, то есть, и вот звери это знают, и когда, значит, уходят, бывают стоянки живые, то есть, со всех сторон, так сказать, лесные жители, так сказать, приходят, посмотрят, что там есть, что там нет. Может, в будущем даже карту будете рисовать? Да, карту мы, кстати, уже рисуем, уже второй год. Мы в этом году тоже пройдем, вот когда у нас закончится проект, пройдет экспедиция тоже чистая, и мы будем наносить стоянки, фотографировать и наносить координаты GPS-навигаторам. Поддержка государства существует или же вот исключительно? Существует, существует, существует. Дело в том, что мы уже вот второй год вошли в дни защиты от экологической опасности Рязанской области, и часть, вот небольшая часть денег, то есть, мы получаем на развитие нашего проекта. Правда, этих денег, естественно, не хватает, здесь есть и те деньги, которые собирают эра для своих проектов. Вопрос вообще, что изменилось за эти тригодные, да? Наверное, логично будет. Вы знаете, становится чище, становится чище. То есть, вот сейчас все чаще и чаще попадаешь на стоянки, стоянки чистые. То есть, люди уже привыкают за собой убирать. Вот, и вот это вот напоминание, особенно через детей, оно действует очень хорошо. Вот, тем не менее, в большинстве своем у нас молодежь, ну, мягко говоря, бескультурная. Вот руки не опускаются, когда вот убираешься, приводишь порядок. На самом деле, разная молодежь. Мы вот, когда весной встречались, мы встретили совершенно замечательную такую компанию. Ребята и девчонок, где-то, наверное, человек 20, это архитекторы, молодые архитекторы. Так, началось с чего? Они, значит, к нам подошли, мы подплыли, говорят, вот там, значит, подснежники растут, уж, пожалуйста, их не трогайте. То есть, они нас спросили, мы еще, так сказать, не представились, там еще, а потом поговорили. Вот, там помогли вместе с ними-то все убрать стояночку, все. Люди совершенно разные. Тем более, вот те, кто ходят на пруды, знаете, порой достаточно, вот, даже не напоминания, а как-то вот поговорить, и люди просто, ну, может, глаза открываются. Может быть, одно ведь время было, люди почему бросали мусор, да, потому что, ну, казалось, ничего не изменишь. То есть, вот, руки, как вы говорите, опускались, но это было раньше. Вот, то, что ситуация меняется напрямь, меняется. Меняется она к лучшему, и все зависит только от нас всех. А на других, скажем так, берегах, на других реках, озерах планируются подобные акции проводить? Не только планируются, они не проходят. Вот, как бальзам на наши изразимые экологические души, был вот совершенно недавно прошедший субботник в Дубках. Это в Заокском. Два года назад, когда мы приезжали, мы там убирали нас, наверное, было человек, наверное, 50. То есть, мы так, значит, солидно все это там прибрали, так, потому что там были такие груды, так сказать, битого стекла, там, прочее, прочее. И пришли к выводу о том, что, вот, понимаете, есть небольшая, как бы, вроде порочная практика, да, убирает тот, кто не мусорит. И когда мы в этом году, вот, я подхожу к автомобилистам, говорю, ребят, возьмите мешок, у нас все есть, мы уже прибрали, то есть там. То есть, люди привыкают к чистоте. К чистоте и понимают, что ее можно легко поддерживать. И мы были поражены, насколько там, вот, достаточно чисто. То есть, мусора там, вот, ну, не то, что совсем не осталось. То есть, есть какие-то, вот, отдельные, да, там, кто-то ведь бросил еще, так сказать, несозревший такой народ, люди. А вообще достаточно чисто. Я, кстати, насчет Дубков соглашусь. Я тоже в этом году там уже успела отдохнуть. Много палаток стоит. И у всех мусорные мешки большие, 120-литровые. Все туда, все туда. Вот, вот, вот. И там же, собственно говоря, Эра поставила один контейнер. Сейчас Евгений Рыбаков, это председатель Эры, договорился о втором контейнере. То есть, там будут стоять два контейнера, имеется в виду в Дубках, да, и, собственно говоря, будут вывозить периодически. Может, планами поделитесь? Эры? Эры. Вы знаете, очень много интересных планов. И я скажу, что вот проект Гондропарк очень интересно развивается. Который в Дашках? Да, который в Дашках. Там идет борьба за, вот, тоже в Дашках за посадки, вот эти, да. И тоже очень хотелось бы, чтобы там возник парк. Чем больше парков, вот, этих зеленых зон, тем легче будет дышать в городе. Потому что, к сожалению, сейчас плотность застройки идет, городская, очень высокая. В центре, как бы, парки один за другим исчезают. То есть, мы категорически против этого. Мы считаем, что так быть не должно. Вот. Что еще? Очень хотелось обратиться к людям. Мир можно изменить. Можно изменить. Давайте его менять вместе. Ведь это очень просто. Посмотреть вокруг себя и посадить какие-то деревья, какие-то кусты. Каштаны стали сейчас прекрасно приживаться в городе. Как быстро растут, какие красивые деревья. То есть, можно изменить мир. Можно навести в нем порядок. И Эра поможет вам. Приходите к нам. Каждый понедельник в 18.30 мы собираемся в МКЦ, в седьмом кабинете. Мы всем рады приходить. Владимир, вот поделитесь с нами секретом. Как сегодня можно отдохнуть на Пре продуктивно? И дорого ли это нам будет стоить? Вы знаете, вообще это в основном вызывает волну возмущения у людей о том, что от отдых на Пре стоит каких-то денег. Во-первых, я скажу, что стоит это 250 рублей с человека за 7 дней пребывания. И эти деньги национальный парк собирает для того, чтобы вывозить мусор. Потому что там есть плановые стоянки, где есть место для мусора. И вот оттуда мусор вывозится. И действительно, я готов сказать, что деньги не пропадают зря. То есть они не уходят на какие-то премии и прочее. Порой лесники, работники национального парка просто не умеют убедить людей или рассказать о том, куда деваются эти деньги. И как они расходуются. Но расходуются они именно на это. Поэтому я всех призываю к двум вещам. Отдыхать на Пре, во-первых, это необходимо. Сейчас не объявлен пока пожароопасный период. И в принципе можно разжигать костры. Период пожароопасного периода. Привыкайте, дорогие мои, брать с собой газовое оборудование. Это будущее. Почему? Потому что это безопасность того удивительного места, куда мы приезжаем с вами отдыхать. Небольшой газовый баллон пятилитровый. И плитка вам обеспечит совершенно спокойное существование на Пре. В гостях у нас сегодня был Владимир Денисов, представитель экологического Рязанского альянса. Спасибо вам еще раз за беседу. Приходите к нам в гости почаще. Это была программа «Семь минут». С вами мы увидимся через неделю. Всего вам хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok